Поэтому я считаю жилой недвижимости, мы говорим о жилой недвижимости, целого центрального региона. Перед вами карта. Традиционно объясню, как работать с данной информацией. То есть карта центрального региона, куда входят Житомир, Киев, Черкасса, Кропивницкий, Венница. И под каждым городом видим, вот здесь есть легенда карты. Это основные параметры, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец ноября 2023 года. Естественно, я буду очень кратко, тезисно говорить о этих показателях. Буду говорить процентом соотношений, а в абсолютных цифрах вы сами можете посмотреть. Ну и потом подведем итоги, что произошло за месяц, вот здесь в целом по региону. Начинаем, друзья. Здесь у нас период сравнения, один месяц. Мы видим октябрь-ноябрь 2023 год и начинаем традиционно с Киева. Город Киев, количество предложений, активность рынка по предложениям, напомню вам, это не продажи. В городе Киеве в ноябре месяце, это первичный и вторичный рынок, достигло 52 111 объектов жилой недвижимости. Еще раз напомню, это первичный и вторичный рынок, что на 2,8% меньше, чем в октябре месяце. Следующий параметр стоимостной. Это социальное жилье, вторичный рынок подешевело на минус на целых 18 сотых процента за месяц. Эконом Комфорт Бизнес Класс, это также три класса, которые относятся, друзья, к вторичному рынку. Также видим снижение минус на целых 0,07% за месяц. Переходя к первичному рынку, к квартирам Эконом Класс, мы видим, что динамика отрицательно сохраняется. То есть мы видим снижение за месяц по первичному рынку по этому классу минус 0,12%. Ну и первичный рынок Комфорт Бизнес Класс по этим двум классам также видим отрицательную динамику снижения минус 0,06%. Первичный рынок Элитный Класс показал нам динамику роста совсем незначительную плюс 0,03%. Хочу обратить ваше внимание, что первичный рынок Элитный Класс строится только в городе Киеве. Ни в Житомире, ни в Виннице, ни в Кропивницком, ни в Черкассах вы не увидите жилья этого класса или квартир с подобными техническими характеристиками. Но это по классификации, так сказать, компаний застройщиков. Итак, следующий город. Город Черкассы. Читаем легенду карты. Количество предложений. Да, хочу обратить ваше внимание, что по факту, подводя итоги, забегая наперед, чтобы вам было проще разбираться с следующими цифрами, о которых буду говорить. Город Киев единственный город, который показал за месяц отрицательную динамику снижения практически по всем сегментам рынка жилой недвижимости в разрезе классов. Понятно. Ну, так как всегда сложилось, что первичный рынок, вернее, город Киев, он как паровоз такой, который тянет за собой вагончики. То есть он первый реагирует как на снижение стоимости квадратного метра, так и на рост. То есть он задает тенденции в целом. И вот переходя к городу Черкассы, почему я об этом сказал, потому что по остальным четырем областным центрам мы увидим везде положительную динамику роста с какого-то перепуга, с роста стоимости квадратного метра. Итак, Черкассы, количество предложений 6520 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок, динамика роста по активности плюс 4,2%. Переходя к показателям, которые характеризуют стоимость, видим, что социальное жилье, вторичный рынок, подорожало плюс 0,18% за месяц. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс третьих класса относятся также ко вторичному рынку, тоже, друзья, подорожали плюс 0,15%. Напомню, это за месяц. Ну и переходя к первичному рынку квартиры эконом-класса, видим динамику положительную плюс 0,48%. И квартиры комфорт бизнес-класса, это также первичный рынок, показали нам тоже, друзья, положительную динамику плюс 0,14%. Итак, мы видим, что по городу Черкассы все пигменты, то есть первичный и вторичный рынок, по всем классам показали динамику роста за месяц. Переходим к городу Тропивницкий. Количество предложений 5400 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок, также динамика роста незначительно плюс 0,09%. Переходим к социальному жилью, это вторичный рынок, стоимостной показатель. Также, друзья, что динамика роста плюс 0,20% за месяц выросла стоимость квадратного метра данного класса. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок, выросли за месяц плюс 0,35%. Ну и переходя к первичному рынку, друзья, мы видим ту же самую положительную динамику роста. Эконом-класс плюс 0,47% это первичный рынок и первичный рынок комфорт бизнес-класс плюс 0,33% положительная динамика за месяц. Давайте посмотрим, что происходило в городе Винница. Количество предложений 8100 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок, динамика роста активности за месяц плюс 10,7%. Дальше переходим к стоимостным показателям, видим, что социальное жилье, это вторичный рынок, подорожало за месяц плюс 0,17%. Ну вот не перестану, так сказать, удивляться сам себе, данные-то я беру статистически, естественно, это программа, которая не обманывает, у нее нет, так сказать, она не заточена под обман. Ну вот положительную динамику вижу и сам себе удивляюсь, думаю, ну вот с какого перепуга, не знаю, но на самом деле мы потом будем подводить итоги, вы, наверное, все поймете. Эконом Комфорт Бизнес Класс, это также у нас вторичный рынок, тоже динамика роста плюс 0,14%. И переходя к первичному рынку квартиры Эконом Класс, мы наблюдаем, друзья, ту же самую положительную динамику роста плюс 0,22%. Первичный рынок Комфорт Бизнес Класс, этого класса квартиры подешевели меньше немножко, но тоже плюс 0,12%. Напомню вам, что это колебательный процесс, то есть за месяц это все произошло. И последний город, город Житомир. Количество предложений 7610 объектов жилой недвижимости, что показало динамику роста за месяц плюс 0,09%. Переходя к социальному жилью, это вторичный рынок, стоимостной показатель, рост плюс 0,19%. Квартира Эконом Комфорт Бизнес Класс, также вторичный рынок, рост плюс 0,15%. Ну и первичный рынок, друзья, показал нам ту же самую положительную динамику роста за месяц. Эконом Класс плюс 0,20%. А Комфорт Бизнес Класс, это все первичный рынок, плюс 0,27%. Давайте перейдем к таблице экселевской и здесь подведем итоги. Ну, как бы, я уже не буду читать вот эти цифры, я их зачитывал. Просто напомню вам, как пользоваться данной информацией. Здесь период сравнения у нас остается прежний октябрь-ноябрь 2023 год. Видим в гривнах, я это все в долларах перевел. Ну, во-первых, мы говорим сейчас о вторичном рынке, о социальном жиле. Это самый большой класс рынка недвижимости. Здесь все указано в гривнах по курсу Национального банка, хотя квартиры продаются в долларах. И вот здесь вы видите это все в долларах. Также снижение в долларах за месяц и снижение и рост за месяц видим в процентном соотношении. Ну и так, нет, наверное, все-таки я прочитаю, друзья. Город Киев, потому что здесь не все однозначно. Вот вы видите уже, да? Город Киев, 1083 доллара за квадратный метр. Это у нас ноябрь, конец ноября. Снижение за месяц в минус 0,18%. И индекс отрицательный 0,998. Следующий, Винница. Видим, что 603 доллара за квадратный метр. Снижение за месяц в минус 0,17%. И что, друзья, также видим отрицательный индекс 0,998. Город Житомир, 536 долларов за квадратный метр. Это еще раз напомню, социальное жилье. Вот здесь уже начинается динамика положительного роста за месяц, плюс 0,19%. Индекс положительный единичка, запятая 0,02. Черкассы, 543 доллара за квадратный метр. Также динамика роста за месяц, плюс 0,18%. Видим, индекс положительный единичка, запятая 0,02. И город Кропивинский также показал нам 505 долларов за квадратный метр, что на 20% больше, чем в октябре месяце. Индекс единичка 0,02. Подводя итоги в целом по региону, вот здесь среднее арифметическое число 645. По региону долларов в квадратный метр, что, в общем-то, видим, показало нам не роста, за счет того, что Киев и Винница показали снижение, а здесь немножко там увидели рост по трем городам. Житомир, Черкасса, Кропивницкий. Итого, за месяц ничего не произошло. Индекс у нас единичка 0,00. То есть индекс у нас неположительный, не отрицательный. Что такое индекс, друзья? Ну, напомню вам, это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости во времени. Он считается просто 654 делим на 654, вот получаем вот этот самый индекс. Переходим, друзья, к следующему наиболее интересному.